Тебе уже надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой имейл. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн контроля заказа прямо на сайте anylevel.com. Для подписчиков канала скидка 7% по промокоду 820. Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами в очередной раз окунемся в лор второй доты и выясним еще несколько интересных связей между ее героями. Это уже четвертый выпуск из рубрики, поэтому если не видели другие, то обязательно ознакомьтесь с ними после этого ролика. Но для новоприбывших все-таки вкратце поясню. Dota 2 это не просто сугубо геймплейная игра без какого-либо смысла и сюжета. Это далеко не так. Сама битва древних, в которой мы с вами и принимаем непосредственное участие, это лишь крошечная часть из того, что происходит в ее вселенной. У каждого героя есть своя отдельная биография, напичканная событиями и местами. И вкупе с таким количеством разнообразных персонажей, эти события зачастую переплетаются, образуя некие клубки взаимоотношений. О таких хитросплетениях в историях определенных героев мы с вами и говорим. В общем, мои ролики направлены на разбор совершенно другой страны Dota, о которой многие игроки зачастую даже и не задумываются. А зря. Ну что же, садитесь поудобнее и с наступающим вас Новым Годом. Поехали! Ну а для начала давайте покопаемся в биографии небезызвестного андерлорда. Палору он является владыкой Орды Преисподней, фракции демонов, проживающих в подземном городе Айзиок. По биографии он тесно связан с Трэздин, более известный как Легион Командер. Неудовлетворенный ограниченными владениями под землей, Врагрош обратил свой взгляд ко внешним просторам. Открыв разлом в пространстве, он отправил Орды Преисподней через портал, дабы сразить наземных обитателей. Первым городом, в который явился Врагрош, стал Стоунхолл. В этот момент неподалеку от города находилась лишь единственная дивизия, которая смогла ответить на вызов о помощи. Это был Бронзовый Легион, во главе с Трэздин. В результате жесточайшей битвы дивизион Легион Командера все же смог одержать победу и отразить атаку демонических захватчиков. Однако праздновать никто и не думал. Стоунхолл после битвы погрузился в руины, а от Бронзового Легиона остались лишь единицы. С тех пор Трэздин поклялась отомстить силам бездны и каждому, кто попытается ее остановить. И вот вам немного интересностей. Встав на путь мести, Трэздин посетила кузнеца Куита, который подарил ей адские клинки, давшие ей силу Семипреисподней. После этого она изучила язык демонов Аскавош, на котором в доте разговаривают такие герои, как, например, Дум и Террорблейд. Кстати, есть даже официальный, хоть и довольно кратенький, словарь языка Аскавош, благодаря которому вы самостоятельно можете частично ему обучиться. Название Аркана, например, кроме слова Блэйдс, что означает клинки, тоже написано на демоническом языке. Вов Домош переводится как Искусство Войны. Кстати, о клинках. В руках Питлорд, как вы, наверное, уже знаете, держит копию того самого Абиссал Блэйда, который продается у торговца в Сикрет Шопе. По словам же самого Андерлорда, этот клинок был выкован ужасными кузнецами Азиога, причем очень и очень давно. Топливом же, кстати говоря, для таких кузнец служат тела умерших рабов. Также из реплик Андерлорда мы можем узнать и то, что тот планирует вторжение в Серебряный лес, который стерегут Мирана и Луна. Какая жалость! Ты не увидишь, как твой родной лес обратится в пепел! Как по мне, все эти события, связанные с Андерлордом, вполне себе могут потянуть на какую-нибудь киноадаптацию. А как считаете вы? Обязательно напишите в комментариях. Другая Аркана, уже на Фантом Ассасина, тоже открывает для нас несколько интересных связей. Как мы знаем по комиксу, эту Аркану ей отдал Оракул, герой, который обладает возможностями видеть сотни и тысячи проекций реальности с различными исходами событий, но сам он перемещаться по этим реальностям не может. Название Аркана на русский переводится как множественный парадокс, и это неспроста. По лору этот клинок ковался одиннадцатью поколениями семьи кузнеца Крейлера. Он был настолько острым, что мог спокойно разрубать материю реальности. И вот, когда наконец клинок был закончен, Крейлер взмахнул им и создал разрыв в пространстве. Через этот самый разрыв Крейлер увидел себя несколькими мгновениями ранее, державшего тот же самый вожделенный клинок. В приступе алчности и сумасшествия он сразил своего двойника, чтобы заполучить и второй меч, но этим самым он лишь вогнал себя во временную петлю, в которой каждый Крейлер из разных реальностей постоянно погибает от себя же самого. Но вскоре появился Оракул, и разрывав эту петлю, он забрал сразу два клинка. Он знал, что вскоре по его душу придет убийца из Ордена Сестер Вуали, и ей оказалась Мартра. И вместо того, чтобы в нужный момент без всяких колебаний убить Оракулу, она решила выслушать его. И в итоге ему удалось ее переубедить, подарив эти клинки. Благодаря им она может теперь убивать не только свои цели, но и тех, кто захочет убить Оракула сразу в нескольких реальностях. Вот такая вот история. Идем далее. Ну и как же мы можем обойти стороной уже полюбившегося нам Манки Кинга? Несмотря на то, что я рассказал уже большую часть о его связях с героями, все же осталось пара любопытных моментов. Сунь Укун определенно неравнодушен по отношению к Лине. У ее сестры Рилай он, например, просит, чтобы та их познакомила. Эй, Райлай, ты думаешь, что ты можешь познакомиться к Лине? У самой же Лины он как раз таки сперва интересуется, рассказала ли о нем Рилай, а затем предлагает выпить ей после боя. Эй, Лина, после победы, могу я купить тебе пить? Думаю, здесь все предельно понятно. Ну и раз уж мы заговорили о симпатиях, то грех будет не упомянуть в Рейс Кинга. Судя по его репликам, становится ясно, что тот влюблен в Акашу. И здесь все даже более очевидно, чем случай с Манки Кингом. Кстати, сама Квинн оф Пейн, судя по ее биографии, служила королю государства Эльзе, который является врагом королевства Слом. Завсегдатаем таверн первого был Бристлбэк, а выходцами из второго были Ликан и Бестмастер. Об этом я вам рассказывал во втором выпуске связей. Ролик есть в подсказке справа сверху. Да, кстати, забыл упомянуть в последнем ролике про Манки Кинга об одной интересной реплике к Троллю. Напомню, что Бреклин это его друг по постановочным боям, которого мы с вами видели в комиксе. Вроде мелочь, но из-за подобного и складывается некое ощущение целостности и проработанности внутриигровой вселенной, где лором связаны не только главные герои, но и какие-то другие персонажи, даже не участвующие в битве древних. Что же касается самого Тролля. Каких-то сверхинтересных связей с другими героями у него, к сожалению, нет. Однако, если быстренько пробежаться по фактам, то становится ясно, что Тролль презирает Дазл и Хускара, откровенно ненавидит кинфолков и торговца, и считает холмовых Троллей, к числу которых относится Раста, хуже настоящих. В общем, довольно озлобленный персонаж. Ну и напоследок я бы хотел внести несколько правок касаемо моих некоторых предположений вот из этого ролика про Манки Кинга. Если не видели, то обязательно его посмотрите. В общем, там я предположил, что фраза Манки Кинга насчет того, что Энигма однажды обманул самого Алхимика является отсылкой к Розилу. Однако, это не так. Эта реплика отсылает нас к комиксу под названием Ритуал Призыва, в котором рассказывается о том, как Энигма получил золотые наручи. Заодно там же опровергается строчка из его биографии, о том, что тот, возможно, когда-то был алхимиком. Он просто-напросто разбросал по всему миру книжонки для алхимиков под псевдонимом Иовата Казрана, чтобы те, начитавшиеся о якобы превращении обычного алхимика в настоящего фундаментала, делали всякие интересные вещицы, которыми потом он без всякого труда завладевал. Так вот, очередного алхимика, которого обманул Энигма, чтобы получить золотые наручи, звали Седрик. И красить кинфолков он никакого отношения на самом деле не имеет. И вот вам еще один интересный факт. В конце комикса Энигма превращает Седрика в Эйдалона и уходит с ним на битву древних. Так вот, термин Эйдалон пришел к нам из древнегреческой литературы и обозначает он фантомов, подобных человеку. Там это души погибших людей. Так что все Эйдалоны, которых призывает Энигма во время боя, это некогда живые существа, которых он поглотил. Еще одна правка, хотя скорее дополнение, которое касается связи Зевса и Медузы. Да, Зевс на самом деле пытался соблазнить Медузу в таверне под названием Осколок Луны. С ее события описывается в созвучном названии таверны комиксе. И помимо этого рассказывает нам о том, как Зевс получил Аркану. На самом деле ничего интересного. Аркану эту, как вы наверное уже знаете, Зевсу отдал Аркварден, чтобы тот помог ему в битве против древних силы и света. По мнению Зетта, оба этих Осколка должны быть уничтожены, так как в противном случае они могут разрушить этот мир из-за своей войны. Напомню, что ранее Зетт уже пытался сдержать две силы в тюрьме под названием Мэдмун, но к чему это все привело, вы думаю знаете. Обо всем этом я подробно рассказал вам в ролике под названием Самые важные герои мира Доты. Что делать и где его искать в случае чего, вы знаете. Ну а мне пора закругляться. Спасибо вам большое за просмотр и за огромную мотивацию для создания подобных роликов по лору Доты. Такое количество лайков, положительных комментариев и репостов – лучшая награда за проделанные труды. На самом деле я рад стараться для таких зрителей, как вы. Ну а этому ролику вы тоже можете поставить палец вверх и рассказать о нем ВКонтакте. Чем больше людей начнет интересоваться Дотой с обратной геймплею стороны, тем больше Valve над этой стороной будут работать. Примером этому стал тот же самый Мэнки Кинг. Отличная биография, шикарная интеграция под лор Доты и куча отсылок к ее событиям. Действительно видно, что разработчики все серьезнее начинают подходить к истории вселенной своей игры. И я искренне надеюсь, что мои ролики, и в частности мы с вами, являемся одной из причин улучшения внутриигрового мира Доты. Ждем нового героя и, естественно, новые проработанные истории. У меня на этом все. Спасибо еще раз за просмотр. Всего вам доброго, друзья. И не болейте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»